Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал на YouTube, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, если они конечно же есть. И не забывайте, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Markets, в котором на ежедневной основе мы постим и размещаем большое количество аналитического контента вам в помощь. Сегодня на повестке экономического календаря самый важный релиз. Кто-то скажет, что за неделю, я думаю, что за гораздо более продолжительный период времени, потому что сегодня у нас будет возможность вместе со всем трейдерским сообществом уточнить перспективы активного, агрессивного повышения процентной ставки американским регулятором уже на заседании 21 сентября, то есть на заседании, которое состоится на следующей неделе. Сегодня выйдет отчет по инфляции, который является как раз важнейшим индикатором для американского регулятора в принятии такого рода решений. До выхода данных по инфляции, которые мы ожидаем в 12.30 по GMT, я предлагаю обратить внимание еще на два релиза. Это на блок статистики по рынку труда Англии. Эти данные выйдут в 6.00 по GMT. И спустя три часа после этого у нас будет возможность проанализировать индекс бизнеса оптимизма IFO Германии. Это, опять же, не такие объективные показатели, как по еврозоне от ZIU, но еще дополнительный индикатор, чтобы понять, насколько плохо сейчас обстоят дела с бизнес-оптимизмом, да и в целом с настроениями, которые есть среди промышленников, ведущей экономики Европейского Союза. Давайте начнем с индекса доллара, который котируется на отметке 108.20. Этот актив отступил от более чем 20-летних максимумов, и мы связали снижение с абсолютно оправданной технической коррекцией. Каких-либо фундаментальных вводных или причин для того, чтобы доллар отступил, не было. Доходности американских облигаций остаются на многомесячных максимумах, и еще чуть-чуть будем говорить уже о многолетних хаях. 3.34 – это по десятилеткам. В принципе, другой фундаментальный фон, новостной фон уже даже не важен, потому что доходности американских облигаций – это как раз лучшая демонстрация и доказательство того, что траектория повышения процентных ставок остается крутой, ФРС, и готовится к еще одному повышению ставки. На этом можно было бы выстраивать долгосрочную идею покупки индекса американской валюты. Сейчас, конечно же, участники рынка предпочитают занять некоторую выжидательную позицию, потому что очень высок риск чрезмерной волатильности. Я думаю, что ранее, кстати, вас предупреждал, что сегодня как раз мы и ждем вот эту волатильность, которые нужно быть готовыми вам заранее, контролируйте плечи, следите за загрузкой депозитов. Это очень важно. Риск-менеджмент, как и всегда, на вас. Но если вы смотрите системно, на долгосрок и вместе со мной, разделяете точку зрения того, что при текущем фундаментальном фоне коррекция, которая возникла, она не может перерасти в нисходящий тренд, то вам, соответственно, нам даже не нужно переживать. Вы понимаете, как нужно работать, как действовать, какой объем позиции держать и на какие уровни ориентироваться. По прогнозам относительно инфляции, сегодня, скорее всего, мы увидим снижение основного индекса потребительских цен с 8,5 до 8,1%, потому что все-таки на основной показатель инфляции влияют цены на энергоносители, а за последний месяц рынок нефти преимущественно был под давлением, и стоимость топлива на внутреннем американском рынке пошла на СПА. Но я рекомендую все-таки обратить внимание не на основной индекс потребительских цен, а на значение базовой инфляции, которая не учитывает волатильные компоненты, такие как продовольственные товары и цены на энергоносители. Это более объективный, более чистый, прозрачный показатель, который, по прогнозам, может вырасти с 5,9% до 6,1%. На этом как раз и можно будет выстроить точку зрения того, что, ориентируясь на базовую инфляцию, у Федрезерва будет еще один аргумент, чтобы уже в следующую среду на пресс-конференции объяснить, почему они решили третий раз подряд повысить процентную ставку на 75 базисных пунктов. Wells Fargo рекомендует покупать, даже не задумываясь, индекс доллара до конца этого года. Мы, кстати, к этому прогнозу некоторое время назад уже возвращались. Их основной аргумент, что даже несмотря на аналогичные действия других центральных банков, ФРС остается все-таки лидером в плане повышения ставок. И с этим нужно считаться. По данным FedWatch, вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов 21 сентября сейчас составляет 90%. Ну, то есть, фактически уже решенное дело. Золото 1721 доллар за тройскую унцию. Конечно же, логичнее предположить, что в случае роста инфляции сегодня мы можем увидеть повышенный спрос на рынок драгоценных металлов и на золото. Но такую логику золото в последнее время что-то не очень-то и отрабатывало. И потом, если говорить про основной показатель индекса потребительских цен, то сегодня как раз ожидается его замедление. Это по базовому индексу потребительских цен прогнозируется рост. И я допускаю, что участники рынка сегодня после подтвержденных цифр снижения основной инфляции с 8,5 до 8,1% могут все-таки усилить давление на золото, поскольку с большой долей вероятности снова пойдут вверх доходности американских облигаций. Давайте ждать теста поддержки 1700 как ближайший целевой ориентир. Европейская валюта 1,0130 сейчас котировки. Трейдеры, конечно же, продолжают уже который день анализировать итоги заседания Европейского центрального банка прошлой недели, когда ставку повысили на 75 базисных понтов. Были пересмотрены прогнозы по экономическому росту и по инфляции. Я думаю, что сейчас не имеет смысла говорить непосредственно по цифрам, потому что они точно будут корректироваться. Но просто уловите тенденцию, что еврозона, ЕЦБ прогнозируют, что уже в 2023 году экономика, темпы экономического роста будут оставаться под серьезным давлением и в районе нуля. Я думаю, что в этом году, то есть по итогам третьего и четвертого квартала, мы увидим тоже плохие показатели. И я разделяю точку зрения тех, кто считает, что рецессия неизбежна. И может быть даже зафиксирован отрицательный показатель экономического роста уже под конец 2022 года, если стоимости газа, прочих энергоносителей, которые очень важны сейчас для инфляции и для экономики в целом, продолжат расти. Поддержку, которую евро получило в ходе вчерашней торговой сессии, это поддержка на фоне комментариев от представителей Европейского центрального банка, сделанных в минувшие выходные. В частности, пожалуй, самый главный комментарий – это комментарий и заявление члена Совета управляющих Элдерсона, который отметил, что ключевая процентная ставка Европейского центрального банка может достичь 2%. Но да, это значит, что с текущего уровня 1,25 ставка повысится еще на 75 базисных пунктов по итогам двух заседаний Европейского центрального банка до конца этого года. Но согласитесь, ставка 2% существенно ниже, чем потенциально возможная ставка 4,2%, которая может быть достигнута в США, точнее 4,25. И этот контраст, на мой взгляд, останется главной фундаментальной идеей, чтобы не торопиться с дальнейшими покупками европейской валюты, а просто расценивать их как тоже коррекционный откат перед еще более серьезным обвалом, когда индекс доллара нащупает почву под ногами. Я рекомендую смотреть на текущие уровни, может быть, даже по факту сегодняшнего отчета по инфляции. Мы увидим тест сопротивления 1,02, но существенно выше уже не пройдем. Считайте, что текущие уровни – это подарок и отличная возможность, чтобы занимать долгосрочные шарты. По фунту. Сегодня как раз проанализируем данные по рынку труда, и завтра перед отчетом по инфляции я думаю, что попробую дать вам рекомендацию, потому что думаю, что фунт покажет точно такую же нисходящую динамику, как и европейская валюта. Вчерашний блок данных по Англии. Темпы экономического роста в месячном выражении в ВВП скромное значение 0,2%, прирост и прогноз был 0,5%, а промышленное производство и вовсе снизилось на 0,3%. Если сегодня данные будут плохими, а вероятность этого очень высока, то завтра будем открывать уже короткие позиции. В другие инструменты пока сейчас лучше не лезть. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.